Всем огромный привет! Меня зовут Аля Фрэнсис и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня для вас мастер-класс по вязанию сумочки Маккиатте из моей коллекции Лето в стиле Али Фрэнсис. Высотой до ручек 22 см и размер донышка 16 на 30 см. И если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. И нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Для вязания нам потребуется 1 ролик трикотажной пряжи бисквит ваниль, 1 ролик бисквит сливочный, 1 ролик бисквит печенье и 2 ролика бисквит корица. Дно для сумки 15 на 30 см в коричневом цвете. 2 ручки, крючок номер 8 и номер 5, пластиковая игла, неразъемная молния длиной 25 см. Для заказа пряжи и кожаной фурнитуры с дополнительной скидкой 5% по промокоду 2417, переходим по ссылочке под видео. Начинаем вязание сумочки с обвязки донышка крючком номер 5, удваивая по 2 петли каждого угла донышка. Я делала обвязку по своему мастер-классу, который называется «Как красиво обвязать донышко сумочки». Посмотреть мастер-класс вы можете по подсказке вверху или по ссылочке под видео. После того, как мы сделали обвязку, соединяем нить по моему мастер-классу. Ссылочка на него в описании под видео. Приступаем к вязанию стеночек сумки крючком номер 8. Вводим крючок под одну петлю косички и под дужку. Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее и провязываем петлю. Вводим крючок под следующие две петли. Захватываем рабочую нить, вытягиваем ее и провязываем столбик без накида. Под следующие две петли провязываем столбик без накида. Провязываем столбик без накида самостоятельно до конца ряда. Завершаем ряд. Вытягиваем петлю. С изнаночной стороны вводим крючок под две петли начала ряда. Захватываем петлю. Вытягиваем ее на изнаночную сторону. Рабочую нить располагаем под петлей. С лицевой стороны раскалываем галочку. Захватываем петлю. Вытягиваем ее на лицевую сторону. Меняем положение крючка и провязываем петлю. Приступаем к вязанию второго ряда. Вводим крючок в основание следующей галочки. Захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Раскалываем следующую галочку и провязываем столбик без накида. Вводим крючок в основание следующей галочки и провязываем столбик без накида. Раскалываем следующую галочку и провязываем столбик без накида. В основании галочки столбик без накида. Следующую галочку столбик без накида. Чередуя, провязываем самостоятельно до конца ряда. Завершаем ряд столбиком без накида в основании галочки. Вытягиваем петлю. С изнаночной стороны вводим крючок под две петли начала ряда. Захватываем петлю. Вытягиваем ее на изнаночную сторону. Рабочую нить располагаем под петлей. С лицевой стороны раскалываем галочку. Захватываем петлю. Вытягиваем ее на лицевую сторону. Меняем положение крючка и провязываем петлю. Третий ряд. Вводим крючок в основание следующей галочки. Захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Раскалываем следующую галочку и провязываем столбик без накида. В основании галочки столбик без накида. Следующую галочку столбик без накида. В основании галочки столбик без накида. Чередуя провязываем самостоятельно до конца ряда. Завершаем ряд столбиком без накида в основании галочки. Вытягиваем петлю. С изнаночной стороны вводим крючок под две петли начала ряда. Захватываем петлю. Вытягиваем ее на изнаночную сторону. Рабочую нить располагаем под петлей. С лицевой стороны раскалываем галочку. Захватываем петлю. Вытягиваем ее на лицевую сторону. Меняем положение крючка и провязываем петлю. Самостоятельно провязываем еще два ряда. Завершаем вязание пятого ряда столбиком без накида в основании галочки. Обрезаем нить. Вытягиваем петлю. С изнаночной стороны вводим крючок под две петли начала ряда. Захватываем нить. Вытягиваем на изнаночную сторону. С изнаночной стороны вводим крючок под дужку. Раскалываем косичку. Захватываем рабочую нить и вытягиваем ее на изнаночную сторону. подтягиваем петлю теперь берем нить в цвете печенье оставляем хвостик вводим крючок в галочку где закончили вязание 5 ряда захватываем нить вытягиваем ее на лицевую сторону и провязываем петлю прячем хвостики вводим крючок в основание следующей галочки захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида подтягиваем хвостики раскалываем следующую галочку и провязываем столбик без накида самостоятельно провязываем 3 ряда завершаем вязание 3 ряда цветом печенье обрезаем нить вытягиваем петлю с изнаночной стороны вводим крючок под две петли начала ряда захватываем нить вытягиваем на изнаночную сторону с изнаночной стороны вводим крючок под дужку раскалываем косичку захватываем рабочую нить и вытягиваем ее на изнаночную сторону подтягиваем петлю берем нить сливочного цвета оставляем хвостик вводим крючок в галочку где закончили вязание 3 ряда захватываем нить вытягиваем ее на лицевую сторону и провязываем петлю прячем хвостики вводим крючок в основании следующей галочки захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида раскалываем следующую галочку и провязываем столбик без накида самостоятельно провязываем два ряда пряча хвостики завершаем вязание второго ряда сливочного цвета обрезаем нить вытягиваем петлю с изнаночной стороны вводим крючок под две петли начала ряда захватываем нить вытягиваем ее на изнаночную сторону с изнаночной стороны вводим крючок под дужку раскалываем косичку захватываем рабочую нить и вытягиваем ее на изнаночную сторону подтягиваем петлю берем нить в цвете ваниль оставляем хвостик вводим крючок в галочку где закончили вязание третьего ряда захватываем нить вытягиваем ее на лицевую сторону и провязываем петлю вводим крючок в основание следующей галочки захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида подтягиваем хвостики самостоятельно провязываем еще два ряда завершаем вязание второго ряда в цвете ваниль обрезаем нить вытягиваем петлю с изнаночной стороны вводим крючок под две петли начала ряда захватываем нить вытягиваем на изнаночную сторону с изнаночной стороны вводим крючок под дужку раскалываем косичку захватываем рабочую нить и вытягиваем ее на изнаночную сторону подтягиваем петлю продолжаем вязание в обратном порядке по цветам. Берем нить сливочного цвета, оставляем хвостик, вводим крючок в галочку, где закончили вязание второго ряда. Захватываем нить, вытягиваем ее на лицевую сторону и провязываем петлю. Прячем хвостики, вводим крючок в основание следующей галочки, захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Раскалываем следующую галочку и провязываем столбик без накида. Самостоятельно провязываем 2 ряда сливочного цвета, 3 ряда в цвете ваниль и 5 рядов в цвете корица. Всего должно получиться 22 ряда. Завершаем вязание 22 ряда. Отмеряем периметр сумочки 5,5 раз. Обрезаем нить, вытягиваем полностью петлю. С изнаночной стороны вводим крючок под две петли начала ряда. Захватываем нить, вытягиваем ее на изнаночную сторону. С изнаночной стороны вводим крючок под дужку, раскалываем косичку, захватываем рабочую нить и вытягиваем ее на изнаночную сторону. Подтягиваем петлю. Приступаем к обвязке. Вводим крючок по две петли между столбиками без накидов, захватываем рабочую нить, вытягиваем ее, вводим крючок под следующие две петли. Захватываем рабочую нить и провязываем петлю на крючке. Под следующие две петли провязываем петлю на крючке. Под следующие две петли провязываем петлю на крючке. Самостоятельно делаем обвязку до конца ряда. Завершаем ряд. Вытягиваем петлю. Вводим крючок под две петли косички. Захватываем нить. Вытягиваем ее. С изнаночной стороны раскалываем косичку. Захватываем нить и вытягиваем ее на изнаночную сторону. С изнаночной стороны прячем хвостик. Теперь отмечаем маркерами середину сумочки. У вас должно получиться по 31 столбику без накида между маркерами. Пришиваем ручки сумочки. Отмеряем нить длиной 50 см и пришиваем. После того, как мы пришили, с изнаночной стороны протягиваем один из хвостиков близко к другому. Снимаем иглу и делаем три узла. Прячем хвостики на два ряда ниже. Таким способом пришиваем обе ручки сумочки. С изнаночной стороны прячем хвостики нити. Отмеряем хвостик длиной 90 см и набираем цепочку из 20 воздушных петель. Пропускаем две петли. Третью вводим крючок и провязываем столбик без накида. Самостоятельно провязываем столбики без накида до конца ряда. Обрезаем нить. Вытягиваем петлю. Вводим крючок под дужку. С изнаночной стороны прячем хвостик. Также вяжем вторую планку. Растегиваем молнию. Сверху располагаем планку. Пришиваем ее к молнии. Верхний хвостик молнии прячем и сшиваем, делая небольшие стежки. Самостоятельно сшиваем до конца планки. Самостоятельно сшиваем до конца планки. Пришиваем вторую планку к молнии. По желанию вы можете вшить подклад. Отмеряем нить длиной 50 см и сшиваем боковинки сумочки. Завязываем три узелка. И прячем хвостики выше подклада. Также сшиваем и вторую боковинку. Теперь необходимо расположить сумку к себе лицевой стороной. Молнию бегунком слева. Пришиваем планки. Находим две стеночки для начала сшивания. Вводим иглу. Вытягиваем нить. Снизу вверх возвращаем нить. Под следующие две петли сверху вниз. Под две стенки. Под следующие две петли сверху вниз. Под две стенки. Снизу вверх возвращаем нить. Повторяем действие до конца планки. Завершаем. Вводим иглу под стенку. Вытягиваем нить. Делаем закрепку. Прячем хвостик. Таким способом соединяем планки сумочки с двух сторон. Сумочка макиядта готова. И если это видео было для вас интересным, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Хорошего вам настроения. И увидимся в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!